здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок с вами работает ученый агроном ломонос петр о чем мы сегодня поговорим если вы живете возле леса или возле луга или какого-то заболочного участка значит на ваших земельных владениях обязательно может появиться такой вредитель который называется медведка многие называют его землеройка вот мы сегодня покажу как она проявляться этот вредитель на наших участках ну и не забывайте ну я просто введу вашу биологию земля земля ну это что вам землеройкой это чаще всего медведка почему назвали медведка из-за коричневой окраски и что этот вредитель имеет второе название сякач почему сякач потому что когда появляются всходы он насколько считает как бы сякает ну видно только застрой за странные стебельки стоят все остальное сякает а еще вред медведки на участках очень большой почему потому что найдет по участку она приподнимать она приподнимает почву приподняла почву и многие растения высыхают это раз потом она всеядная она не брезует ни луковицами не корневищами растений поэтому есть и лук может и и чеснок есть или и редьку и свеклу и морковку больше она не брезует ничем в ее рационе даже есть дождевые черви и мелкие жуки которые полуют по почве есть еще очень интересное название этого вредителя волчок а почему волчок потому что медведка это насекомое величиной 10 сантиметров величины и если вы его возьмете голыми руками и свасть это насекомое знать вы можете поплатиться ее очень острые ну как бы челюсти и она вас прокусит почему это сам прокусит как волчок вас будет как собачий укус вот почему название этого вредителя вы поняли значит что вредитель как бы серьезный и бороться с ним надо основательно ну как бы некоторые недоумевают откуда он берется откуда медведка попадает на наши участки она значит прилетает где-то с близлежащих рек канал на наши участки вот она приползает из лесных массивов которые расположены возле наших наших участков и закустаренных таких луговин которые увлажненные не забывайте что медведка может прилететь за три-четыре километра от того места где она живет но если она попадает на ваш участок она уже там поселяется начинает делать гнезда и откладывает яйца вот вот почему земля ройка давайте сразу выясним вот первый как раз видно по земле видно такой в земля как бы земля кто-то как бы шел под землей и приподнял просто просто землю вы знаете что эти кротовина появляться на участке значит круглая большая круглая большая насыпь с отверстием посредине это кротовина но если кучка такая маленькая незаметно и потому что извилистые ходы это сто процентов что на вашем участке есть медведка как бороться с медведкой ну во-первых стараться не допустить медведку на свой участок почему она хотя летает вот она прилетает ночью вредит ночью почему мы не видим на что время мы спим она вредит нашим нашим посадкам самое первое что можно отпугнуть отпугнуть медведку от наших участков если а для этого мы что сделаем по периметру участка посадим некоторые растения частности нам очень очень поможет такое растение которое называется рабчик императорский или фритилярия вот его луковицы эти луковицы есть вас на участке медведка мы садим через каждый метр-полтора по периметру своего участка запах неприятный запах этого рабчика императорского отпугивает медведку от вашего участка ну если она уже у вас появилась вы рабчик не успеете посадить значит мы с ней будем бороться способов борьбы очень много можно конечно найти такая вот декучка земли это там значит находится гнездо гнездо находится глубоко где-то 15-20 сантиметров она прорывает такое гнездо и там она сидит и там она откладывает и яйца и совпадает до 300 штук поэтому одна медведка вот здесь и сервиски вода 30 маленьких на 300 300 маленьких насекомых 300 не 30 30 30 маленьких насекомых знаете это что она очень плодовитая значит некоторые будут просто что там где-то кучка земли вздохленной раз там гнездо берут мыльную воду из расчета 100 грамм хозяйственного мыла на 10 литров воды и берут заливают туда но надо заливать воду и следить потому что медведка может и высказать оттуда и надо чтобы руках на готове было какая-то лопата который сможете прорубить это нас это насекомое а иначе она просто побежит по вашему участку ну не способ конечно не такой быстрее ты сам чтобы ловить эту медведку это сам обыкновенные приманки и хитрос продажи есть очень очень разные вот есть тоже держишь и медведок съезжай гризли но почему эти приманки у вас не всегда действует давайте мы разберем практическую часть этого вопроса начинаем на есть и при сильном защеление медведки на одну сотку надо пол килограмма здесь приманки по 100 грамм то есть на сотку из расчета надо 5 таких пакетов 5 пакетов на сотку тогда вы достигнете эффекта ну просто закапывать землю как бы я бы не советовал бы копать просто по всему участку потому что не факт что медведка туда придет но смотрите почему не всегда нас работают приманки высыпали приманки на нашу посуду какую-то мы уже ли высыпали взяли виски красиво грану там перемешали но для того чтобы медведка наверняка села нашу отраву нашу приманку что мы сделаем мы возьмем туда капнем подсолнечное масло капнули подсолнечное масло и перемешали все это шатно-шатно перемешали что это дает медведка очень любит запах подсолнечного масла и она с удовольствием будет поедать нашу приманку раз будет придать нашу приманку начинает отравить отравиться и погибнет просто-напросто сама технология внесения вот очень очень простая нам понадобится обыкновенная тяпочка берем тяпочка вот у нас есть ход есть нора значит в этот ход закладывать бесполезно медведка может не прийти хотя этим ходом она не воспользуется для этого мы отступаем где-то сантиметров 10-15 от этого хода которыми заказала от пионеры и просто тяпочкой мы берем берем делаем луночку лунку неглубокую где-то сантиметра около трех 2-3 сантиметра неглубокая и дальше что мы сделаем берем ложкой обыкновенной ложкой которая сама нас используется с химическими целями и в каждую луночку мы сыплим две две ложки две ложки этой нашей отравленной приманки сыпанули и даром опять же тяпочкой засыпаем засыпаем опять приманку засыпали через метр следующую через метр следующую вот вдоль этих ходу ну даже смотрите может быть так это свежие ходы мы насыпали в раманку вот с одной с другой стороны от свежих ходов она будет есть но у нас есть участки где она была и раньше если мы помним где были нас эти участки значит тоже опять же эту приманку с помощью тяпки мы заделаем почву заделаем почву наш наш медведка будет наедаться избавимся от медведки мы сохраним урожай будет целый картофель целая целая морковь ну целыми будешь корнеплоды морковки корнеплоды свеклы вот лук и будет не будет поврежден и наши всходы не буду страдать от этого опасного опасного вредителя который очень красиво и что стрекочет по на по ночам но к сожалению мы в это время на участках не находимся мы его не слышим так что желаю вам всем изгнать своих участков медведку это сякача с огорода вот и весь хороший хороший урожай защитить защитить свой участок от нашествия этого вредителя вот хороших вам успехов в этом деле вы помните саму технологию как бороться с этим вредителем до свидания до новых встреч